Это ноябрь 24. Здравствуйте. Сейчас о главных событиях этого дня. Помощь в расследовании и урок на будущее. После ЧП в Сургуте на Ямале усилены меры безопасности. 65 аварий за 12 миллионов. Администрация города продолжает работу по сносу детских домов. И главное правильно падать. Хоккеистам на Ярске рассказали, как избежать травм на льду. В центре внимания события в Сургуте. Дело о нападении на прохожих расследует Главное управление Следственного комитета России. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Уже назначен ряд экспертиз. В квартире нападавшего прошли обыски. Напомню, в субботу в центре Сургута 19-летний преступник, вооруженный ножом, напал на случайных прохожих. Ранено 7 человек. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. При задержании им пришлось применить оружие. Нападавший был убит. В это время в социальных сетях появилась информация, что преступников было двое. Однако официальные органы эти данные опровергли. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. На месте происшествия работает следственная оперативная группа, которая выясняет личность злоумышленника и мотивы совершения преступления. В настоящее время проверяется информация о том, что нападавший на прохожих в Сургуте мог страдать психическим расстройством. Сразу после трагедии в Сургуте губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин распорядился усилить меры безопасности во всех муниципальных образованиях нашего округа. Особенно в общественных местах, на объектах жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры. На Ямале стартовало досрочное голосование первыми за своих кандидатов. Различные органы власти поставят галочки жители труднодоступных и отдаленных поселков, а также те, кто работает вахтовым методом. По подсчетам окружного избиркома процесс затронет около 5,5 тысяч человек. В основном это коренные жители региона. Доставлять бюллетени к местам голосования будут по земле, воде и даже по воздуху. Будут задействованы вертолеты. Продлится досрочное голосование до 9 сентября. В Ноябрьске же досрочное голосование начнется на 10 дней позже, с 30 августа. Голосовать станут жители, которые по уважительным причинам будут отсутствовать в городе в единый день голосования 10 сентября. Городскую думу, напомню, пополнят два новых народных избранника. В Ноябрьске завершился третий заключительный этап приемки образовательных учреждений к новому учебному году. В ходе инспекции в нескольких объектах обнаружились недочеты. В частности, вопросы у специалистов позже-надзора возникли к единственному частному детскому саду в городе. Тут же появились слухи о его закрытии. Стоит ли переживать родителям, расскажем в следующем материале. 50 объектов – это школы, учреждения доп. образования и детские сады. В каждом из них с проверкой побывала специальная комиссия. Главная цель – выяснить, готовы ли объекты к приему детей. Безопасность всегда на первом плане, а потому мнения сотрудников Роспотребнадзора и Пожнадзора особенно важны. У последних возникли вопросы к частному детскому саду «Умка». В этом году впервые такое частное учреждение было заявлено к приемке, но, к сожалению, приемку именно по пожарной безопасности данный объект не прошел, потому что в настоящий момент не соответствует требованиям пожарной безопасности. Был выявлен ряд замечаний именно несоответствия путей эвакуации, несоответствия требованиям пожарной безопасности средств противопожарной защиты и так далее. Нарушений было очень много. По закону специалисты Пожнадзора проверять объекты малого и среднего предпринимательства в рамках таких плановых инспекций не должны. Частные учреждения заказывают необходимые расчеты и экспертизы отдельно, и вся представленная садиком документация в порядке. Эксперты просчитали опасные ситуации, которые могли бы возникнуть в Умке, и пришли к выводу, что учреждение совершенно безопасно для маленьких посетителей. «Наше здание и всю документацию проверяла аккредитованная государственная компания, имеющая государственную лицензию, имеющая все полномочия проводить проверки и выдавать документы, в частности, Декларацию пожарной безопасности. Все у нас готово, сделано». «Вопрос рекомендаций, которые вынесли в ГПН, вопрос, он, мягко говоря, спорный. На сегодняшний день образовательная организация имеет выполнен расчет пожарного риска, который говорит, что безопасность детей обеспечена. Вот. Ну, точка зрения надзорных органов, что необходимо обеспечить дополнительные требования в соответствии с 123-м ФЗ. Вот. И вот, скажем так, понимание требований одними и другими, оно перевело к таким разночтениям». Единственный способ решить разночтение – пойти на компромисс. По мнению представителя департамента образования, владелец садика и специалисты пожнадзора могли бы сообща уладить вопросы и привести здание в соответствие с требованиями безопасности. «Естественно, да, мы готовы, начиная с консультацией и заканчивая плотной совместной работой с собственником, если, конечно, он сам готов к этому». И практически сразу после проведения проверки руководство УМКИ приступило к действию. Вопросы с пожарной сигнализацией уже решаются. Она будет выведена на пульт огнеборцев. Это была основная претензия, озвученная пожарными. «Компания другая нам устанавливала пожарную сигнализацию. То есть потом мы заключили договор о обслуживании этой сигнализации пожарной. То есть нам ее обслуживает тоже третья компания, которая имеет лицензию на это. И выдает нам после испытаний акты о состоянии пожарной сигнализации. У нас все работает. И сейчас ведутся переговоры о дальнейшем развитии вот этой сигнализации». Родителей можно смело успокоить. Единственный в городе частный детский сад не закроется. Повода для таких кардинальных мер нет. К началу учебного года готовятся и в общественной организации «Солнечный круг». В преддверии 1 сентября здесь проводят благотворительную акцию. Принять участие в ней могут родители, учителя или сами школьники. Суть проста. Ребята договариваются между собой и приносят в школу каждый по цветку. В итоге на День знаний классный руководитель получает один сборный букет, а не несколько. А сэкономленные таким образом деньги могут быть переведены в пользу особенных детей, и многие из которых 1 сентября не смогут посетить школу. Деньги, которые удастся нам собрать от пышных букетов, сэкономленные деньги, пойдут на реабилитацию этих деток. Дополнительную информацию об этой акции вы можете узнать на нашем сайте, в сайт нашей организации «Солнечный круг». Все собранные деньги или суммы, которые нужны, каким деткам они будут пожертвовать, оплачены, лечение, каким детям будет оплачено, все будет выложено, вся информация будет выложена на нашем сайте. Идея такого урока доброты не нова инициатором. Три года назад стала педагог одного из московских лицеев Ася Штейн. Она предложила родителям своих учеников не приносить в День знаний цветы, а сделать доброе дело. Ее поддержали единогласно. С тех пор ежегодно в акции принимают участие не только столичные школы, но и учебные заведения по всей стране. Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам качества школьных товаров. Специалисты расскажут, какие требования предъявляются к детской одежде, обуви, констоварам и питанию, а также помогут определиться с их выбором. Получить консультацию можно до 4 сентября с 10 до 17 часов. Номера телефонов на официальном сайте окружного ведомства. В 8 микрорайоне появится тротуар, пока временный. Пешеходную дорожку проложат через участок, который разделяет микрорайон на две части. Сейчас роль тротуара здесь исполняет протоптанная по песку тропинка. Здесь сформировалась, так скажем, народная тропа, по которой люди проходят, вы, наверное, заметили. Они проходят по различным полосам, чтобы пройти эту территорию. И для того, чтобы в будущем не было никаких препятствий к прохождению данной территории, было принято решение о том, что необходимо обеспечить данную территорию временно до решения вопроса о благоустройстве данной территории дорожным полотном. Закупать дополнительные материалы, отмечает Евгений Белов, не нужно. Плиты возьмут из поселков, где уже демонтированы аварийные деревянные дома. Завершить укладку должны к сентябрю. Повторюсь, мера эта временная. Так как на данной территории будут в будущем строительства объектов капитального строительства, и они будут уже предусматривать объекты благоустройства в соответствии с строительным кодексом и проектами планировки данной территории, то до периода строительства, чтобы улучшить эту среду, обеспечив тротуарами, было принято решение об установке временного сооружения. Еще 65 аварийных домов снесут в ноябрьске до начала зимы. Городские власти проводят очередной конкурс по выбору подрядчика. Предварительная цена контракта – 12 миллионов рублей. В списке претендентов на снос расселенные деревяшки на улицах республики, изыскателей, энтузиастов, космонавтов, а также в микрорайонах П-3, П-11, П-12 и П-14. По плану, общее количество снесенных домов к концу года достигнет 250, что в два раза больше, чем в 2016 году. На сегодняшний день полностью исполнены уже три муниципальных контракта, демонтированы 56 зданий, а также заборы и хозпостройки. На освободившемся месте проведена зачистка и отсыпка земли. Социологи уверяют, более половины взрослых в России хотели бы, чтобы их дети стали профессиональными спортсменами. Одна из самых популярных секций для мальчиков – хоккей. Этот же вид спорта – один из самых травмоопасных. Что делать, чтобы тренировки не навредили здоровью детей? Об этом рассказывали в Ледовом дворце. Четыре дня там работали ученые Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Они же авторы уникальной программы «Школа безопасного хоккея». На мышке находятся датчики, и эти датчики улавливают колебания пульсовой волны и дается вот такое вот заключение. То есть вот, если человек находится в зеленой зоне, это говорит о том, что очень высокий адаптационный потенциал. Вот у ребенка в желтой зоне, то есть у него пограничное состояние. Это значит, необходимо нормализовать состояние маленького спортсмена. Как правило, говорит кандидат биологических наук Ирина Таламова, достаточно просто соблюдать режим сна ребенка. Комплексные медико-биологические исследования, которые включают ряд показателей, как антропометрический, оценка морфологического статуса, вариабельность сердечного ритма, адаптационные показатели, психофизиологические показатели, они, безусловно, должны быть использованы в тренировочном процессе. И поэтому мы проводим эти обследования для того, чтобы потом дать рекомендации и родителям, то есть как повысить способность ребенка и тренером. Обследование мальчишек хоккейных команд «Авангарда» 2009, 2011 и 2012 годов рождения проводит ведущий специалисты Сибирского госуниверситета физической культуры и спорта из Омска. Такие исследования позволяют получить объективную информацию о состоянии и подготовленности спортсмена, а следовательно, улучшить тренировочный процесс. У нас выделен очень большой блок, связанный с понижением травматизма во время занятий хоккеем. Это проблема сегодня во всем хоккее. И хоккей занимает сегодня четвертое место по травмоопасности среди всех видов спорта. Поэтому не уделять этому внимания мы считаем преступлением. Он будет выполнять падение как раз с шлемом. На шлеме имеются датчики регистрации ускорения, которые показывают нам, насколько он правильно это делает. Чем меньше ускорение, соответственно, чем правильнее дело. Чем выше скорость падения, тем тяжелее травмы. Данные 8-летнего Григория Писаренко – 7 метров в секунду. В идеале этот показатель можно довести до 2 метров в секунду. Тогда падение будет максимально безопасным. Ты падал, ты поджимал руки под себя и не доставлял. Если ты их выстрелишь и согнешь аккуратно плавно, значит ты уменьшишь силы удар. Как правильно падать на лед, избегать столкновений, рассказывают и показывают на мастер-классах. Автор методики – школа безопасного хоккея, кандидат педагогических наук Антон Мартыненко. Разработанная программа уникальная и уже показала свою эффективность. В командах, где такие занятия проходят регулярно, контактный травматизм снижается на 50-60%. Цифра серьезная, тем более сегодня, когда столкновений и драки становятся все жестче, а скорости игроков быстрее. Взрослые спортсмены могут разгоняться до 50 км в час. Предлагаем уникальные на самом деле упражнения, которые позволяют обеспечить правильное, так сказать, безопасное падение спортсменов при контактных единоборствах, которыми в хорошем смысле славится хоккей и смотрится за счет этого. Мы обучаем сначала ребят самостраховкам, потом хоккейной акробатике, там несколько модулей у нас представлено в программе. Потом мы обучаем их правильно вести силовые единоборства, потому что у нас многие проблемы, травмы возникают из-за того, что ребята просто не умеют применять правильный прием, потому что хоккей – очень жесткая игра. В рамках насыщенного четырехдневного мероприятия учатся и наставники детей, и родители. Первые новшеством в тренерской деятельности – папы и мамы, как способствовать спортивным достижениям своих мальчишек. Много информации получили, как вырастить здорового ребенка. Самое главное – это здоровый сон, во время ложиться спать, дисциплина. Материально-техническая база, тренерский состав в Ледовом дворце на достойном уровне. У Ноябрьска есть все для того, чтобы вырастить будущих хоккейных звезд, считает Антон Мартыненко. Ему есть чем сравнивать. Такие же обследования, мастер-классы и лекции омские специалисты проводят у себя в городе, в хоккейной академии «Авангард». Малкин. Он играет в очень хорошей команде «Питбург». Он играет вместе с великим «Кросби». Он очень молодой, сильный хоккеист, и поэтому я хочу на него равняться. Ольга Попова, Наиль Нафиков. Ноябрьска, 24. Спортивных звезд готовы вырастить и в Центре духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Здесь в хоккейную команду набирают мальчишек и девчонок, родившихся с 2009 по 2013 год. Работать будущим спортсменам придется много. Предусмотрено минимум пять тренировок в неделю. Уточнить всю информацию можно в самом Центре по адресу Проспект Мира, 111. Эфир телеканала «Ноябрьска, 24. Продолжит прогноз погоды». Не переключайтесь.